Доброго времени суток, друзья! С вами фанатик. Это игра Mount & Blade 2 Banner World. И я продолжаю развиваться. Вернуться в игру. Так, так. Угу. И понеслась. Укрытие. Поехали зачищать. А то денежка-то уходит. Тут что? Кто-то прокачался? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Пролагивает после загрузки. Ничего себе. Но ничего. Скоро облагает. Имперских дворцовых стражей у меня 8. Но еще одного прокачивать я не буду. Лучше новобранцев. Давай пехота. Пехота. Лучники. Содержание 3. Содержание 5. Здесь содержание 8. Содержание 12. Содержание 17. Подожди. А у имперских стражников содержание сколько? А, это уже финальный. Причем у него всего лишь 12 содержаний. Я серьезно. Тут по 8. Ну, ветеранов надо делать. Они не так дорого обходятся. Здесь. Ну да, финальные бойцы дорого. Обученных воинов как минимум нужно делать. Ладно. Давай от этих учеников. Повышаю. Новобранец. Тут. Пехотинца. И лесные бандиты хотят к нам присоединиться. Одно место имеется. Давай беру лесного бандита. Сколько у тебя содержания лесной бандит? 8? Сразу 8. Тут 12. Тут 17. Уху-ху-ху-ху. Уху-ху. Блин. Ладно. Возьму. Теперь у меня полный отряд этого разбойника с большой дороги. Сколько он стоит? 8. Причем он конный. Этого надо будет взять. Вообще пора бы уже обзавестись конными бойцами. Дождаться наступления ночи и в атаку. Списывают, блин. По 350 списывают. Охренеть просто. 350. На содержание моего отряда. Идем в атаку. Конечно же дворцовые стражи и ветераны. Да, так и пойдем. Нормально. Они прекрасно справляются. Расстояние всех уничтожают просто. У этих правда ребяток будут щиты. не все так однозначно. Наверное надо было воинов еще взять. Но если по одному они их уничтожат без проблем. Сейчас получить награду еще 3000 за выполнение этого задания. Вот. И надо уже где-то мне бизнес открывать. Вот тут я вижу рядом виноград. Мастерскую купить и переделать ее в винодельню. Например. Здесь не будет винодельни. Давайте огонь по усмотрению. это в смысле стоять. Вот огонь по усмотрению. Один готов. Горца серьезно? давайте вот сюда топаем. я пойду первым. Мне нужно владение луком прокачивать. Еще с собой в инвентаре надо будет носить какой-то меч. Потому что копье это прекрасно в конных сражениях. но в сражениях в ближнем бою не особо это подходит. Нужен какой-то меч сюда. Я пока что пойду дальше. Вон вижу противников. Подхожу прям поближе. Оп. Мимо. там их трое они хрена себе. Ну попади хоть в кого-то они толпой там ходят ну чего? Офигеть. Есть. 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 Восполняю боезапас. 20 по-моему, да? Нет. Больше. Я тогда еще возьму. Достаточно. За мной. Сюда поднимаем свои стрелы и идем дальше. Что-то вы ничего не поднимаете. а ну-ка становитесь сюда. Почему боезапас не восполняют они? Не понимаю. Прекрасно подбирали до этого. Видимо, не нуждаются еще. Хорошо. Давайте как-то вот так. Топаем. 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 там еще один. Все. Со всеми разобрались. Опа. Блин, вот это не очень. Еще все с щитами. Я не участвую. Щит достаю. А! просто с двух ударов, блин. Вы же справитесь, парни? Молодцы. Один погибший у меня. Это я, конечно, без щита в схватку вязался. Еще и не ту кнопку нажал. Да. Один погибший либо с Тьера тогда берем в ответ. Опачки. Даже кое-что интересное. 10 брони, например, вот такая штука. Одеваю фальшионы. У тебя что? У тебя фальшионы, все нормально. Плащей нет. Наручьи. Наручьи. Вот эти получше будут. Одеваю. Обмотки. Тапки. Одеваю. и куртофан давай вот этот здесь. Это я, подожди. Вот этому товарищу нужно экипировку поменять. вот эту вот куртку. Это вот шапку. Эти вот тапки. Ржавые рыцарские мечи. фальшион тебе и щит. Вот так будет нормально. Обаяние повышается до 43 тысячи. Получаю. Прекрасно. За счет навыка до 30% сразу исцеляюсь. Это круто. Просто неимоверно круто. ветеранов прокачивать пока что не буду. А кто погиб? Дворцовый страж погиб? Серьезно? Полин. Жалко. Ну без этого никуда. Если б не моя глупая ошибка, то дворцовый страж бы не погиб. Ладно, бывает. Тут замок. Подожди. Виноград. Виноград выращивают. И здесь, и здесь нужно проверить. Давай в зионику тогда. Отправляюсь в зионику. Торговец. Ремесленник. Торговец. Главарь банды. Главарь банды. Ремесленник вот этот поговорить. Давай пообщаемся. Нет, я не хочу караван. Я хочу купить ремесленник, блин. Ладно, прогуляться тогда по городу. Почему-то не могу я найти ремесленную мастерскую. Они по-любому здесь есть. Но как минимум одна должна быть. Не может же такого быть, чтобы мастерских не было вообще. заодно узнаю сколько это дело стоит. Хотелось бы получать хоть какой-нибудь маленький доход, чтобы я мог содержать свой отряд. Постоянно у меня минусы по 350 не вылетали. Хотя бы если пять сотен монет будет зарабатывать уже нормально. стражники стоят. Вон да, пивоварня вроде бы, винодельня, пивоварня или это трактир. Там он еще шкуры производит. шкуры такое себе. Здесь рядом виноград, соответственно нам нужно покупать винодельню. Надеюсь, она не очень дорого стоит. работник лавки. Я планирую купить эту мастерскую. Это мастерская принадлежит малютка Эвчар. Надо поговорить с ним. Хорошо, хорошего дня. Где малютка Эвчар? Вот этот что? А ну дядь. Я фанатик. Значит, меня интересует ваше предприятие винодельня. двадцать двадцать тысяч. Двадцать пять тысяч. Хрена себе у вас расценки. Реально дорого. Двадцать пять тысяч не так-то просто накопить. но если выполнять уничтожение лагерей за счет своих элитных воинов, я могу это сделать? Блин. Штурм. Вот здесь еще тоже можно будет посмотреть. Замок. Замок. Производство награда. Порсия. Хорошо. Поехали тогда. Дальше. Будем торговать. Опа. 140 монет если постоянно будут списывать так часто я никогда не накоплю ничего. Там еще грабители. Вот этих поймать. Зажимаю. Оп. Сдавайся или умри. Послать воинов. Мне нужно пехотинцев прокачивать. Всего лишь один повысился. ладно давай ты и ты вас прокачиваю ветеранов не надо горцы хотят ко мне присоединиться нет грабителей в плен всякое барахло берем готово ветеранов и до вас и вот то здесь можно нормальные тапки ему дать возьми вот эту обувку шапка и у него все хорошо в принципе там братишка дожди ты до волосы и вебель применить это пешие будет веба это же пеший вот этот товарищ псевдовласы будет конным ревковая верховая езда вот ему нужны копьем и коням сюда волосы что-то это копье тебе потом найду что-нибудь получше и рабочая лошадка эти два еще седло нужно купить ладно вопросом сейчас займемся тут горы 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 не пройду лошадку еще приобрести зерно по десять давай куплю зерно по десять немножко воинов нанимать мне не надо с войнами у меня все хорошо четыре бандита но за этими гоняться нет смысла у меня пленники следопыт русскавалерия базовый вьючные лошадки дешевые берем рабочие лошадки берем ездовые лошадки тоже берем ну а еще возьму 1 покупаю так их бандосиков было бы неплохо поймать а ямбан ты что обучите воинов нет тут тоже две вьючные рабочие издавая мулов еще возьму нормально жалко толкового задания не предлагает этих разбойничков бы мне поймать стоять боятся грабители стойте есть послать воинов у меня кто-то погиб как так-то ну вы но басы новобранца пехотинца горцы возьму горцы вместо погибшего так оливки неплохие тапки кстати вот тебе изящные ботинки забираем остальное затем гоняться нет смысла товары рабочая лошадка вьючные лошадки берем и на себе здесь по 8000 лошади благородное верховое животное обалдеть еще пшенички можно взять прекрасно вроде заехать тоже лошадки блин у меня пока что только минус 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 а мне нужно заработать деньжат по любому надо наниматься кому-нибудь ну-ка что здесь земле водительцу нужен доступ к простым жителям это как понять давай поговорим недавно ему удалось купить местные жители начали доставать а сопроводить пастухов ну давай я сопровожу пастухов не проблема надеюсь не очень далеко сопровождать а вон недалеко да заеду в город по пути посмотрю что здесь за задания какие-то быстрые эти хрена себе успею я их вообще догнать что не так ночь пленники а вот и засранцы в атаку можно договориться даже вы можете пожаловаться своему лорду или тому кто продал эту землю закон гласит что у покупателя есть права и вы должны покинуть ее задание выполнено обаяние прокачало 449 золота ну маловато золота что за задание предлагают здесь одолеть разбойников давай 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 три банды нужно изничтожить зерно по 9 куплю сыр тоже возьму давай немножко барахла скину вот так вот на молодежь манского как-то вот так бандюки 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 вы где ни одного бандюка не видать ну пока что можно заехать в город тут что происходит бойно прокачиваю разбойник желает ко мне присоединиться да применить вот здесь отряды разведчик нужно назначить хирурга один процент тебя назначу повышает вместимость отряда давай так подожди может быть кто-то получше этот на 20 повышает офигеть скорость строительства 9 давай седову асова сюда назначим какой теперь отряд я могу содержать готово подожди 65 это реально круто все в моем отряде и все занимают должности инженера можно потом будет куда-то отправить две мастерские я уже кстати могу хорошо бантиков пока что не видать он просит избавиться от бандитов но бандитов не видать ты что хочешь соперничающая банда такое саверну давай пообщаемся решил стать наемником в любом случае если знаешь командира отряда щедрого и достойного человека скажи ему воина храбрее и вернее меня он не найдет хорошо давай берем еще одного сразу при одену его на счет навыков что у тебя не самый прокачанный атлетичность конечно есть лидерство обаяние есть неплохие навыки у него это пеший воин по-любому но лидерство и обаяние это круто давай тогда отряды и вот этот вообще не умеет разведки у него нет и тут все нормально все хорошо давайте одену нашего нового бойца хотя бы во что-то вот неплохая куртка сапка у него ржавый клинок большой он тебе щит еще нужен по-любому сапки две защиты но этого пока что нету короткий меч скорость маха режущий урон колющий давай короткий меч это получше готово это тоже пеший я правильно понимаю да это тоже пеший у него езда верхом совсем не прокачано вот этому товарищу еще нужно седло купить торговля меня интересует седло какое-нибудь плюс щит еще нужен давай вот этот щит возьму нету сбруи совсем а вот есть грубое седло упряжь имперского всадника 10 брони 15 брони 15 брони давай вот эту возьму ну и барахло надо продать мотыги всякие мечи вот так готово прекрасно дядь тебе значит щит тебе упряжь и ездовую лошадку вот так причем наверное нет подожди меня упряжь хуже поэтому тебе на 15 а тебе на 10 хватит вполне мечом многого не навоюет на самом деле подожди я вообще не тому даю даю не тому вот этому седобласому лошадка упряжь так возвращаюсь копью я зря продал конечно вообще умеет копиями пользоваться по идее должен да древковая у него даже лучше поэтому торговля а теперь длинные длинные копьё это вот надевай копейку а фальшион на второе оружие одену так если понадобится будешь менять прекрасно теперь нужно бандосиков все-таки найти у меня получается спутников до максимальное количество четверо сейчас здесь тоже все назначены в отряде еще нужно подыскать себе жену либо блондейку либо из ботании что тут воин клана прокачиваю тебя разбойник грабитель хотят присоединиться ну разбойника возьму грабитель грабитель грабителя возьму готово бандосики то есть он не дает задание на бандосов которых нет так что ли это гонево конечно избавься от бандитов но бандитов нет это странно еще зерна можно купить железная руда дороговато как-то поехали дальше раз нету бандитов то что поделать сколько дней еще 18 дней ну даже если провалится ничего страшного еще кто-то присоединит грабителя давай здесь задание хотят мне предложить посмотрим это я могу выполнить давай я отведу ваших на пастбище не проблема давай более вообще соседняя деревушка там и грабители как раз носятся размазать бы их кто-то хочет присоединиться горцы давай опачки стоям ба можете пожаловаться своему лорду опа сразу мне заплатили это легкое задание теперь нужно изловить вот этих бандосиков прокачать немножко воинов стоять стоять блин вот же шустрые гады спасать воинов еще один погиб это не проблема беру грабителей в плен здесь ничего интересного совершенно если сюда поехать то что в объезд через мост вообще не вариант вообще не вариант я возвращаюсь купить товары здесь предлагают глину по десятке беру идем дальше в эту вот в эту вот в эту деревушку здесь задание поэтому сначала сюда в мару на те тоже заданием что хочешь тоже сопровождение давай 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 я отведу давай молчали вот здесь сюжетное задание блин куда он делся странно это прямо странно я не успею с ними договориться догонят да тут сражение стоп помочь пастухам послать воинов фонтанские крестьяне беру в плен вот это такое все задание выполнено обаяние опять прокачалась теперь заскочу нифига себе здесь винограда делают и тут и тут о чем виноград по 37 давай несколько штучек куплю что посмотреть там по ценам будет и в мару над здесь караван ловушка хватит у меня воинов для каравана ловушки да хватает заплатит он мне 1665 я лично помогу 29 человек надо давай поехали давай поехали сейчас посмотрю что здесь по ценам глина обувку это все надо продать топорики хорошо поехали поехали куда он должен ехать караван ловушка это носится очень быстро тут еще надо успеть пока их не размотали налетчики оп завязался бой я подскакиваю помочь послать воинов серьезная битва ну но известность боевой дух тоже неплохо ух ты конных мародеров семь конных грабителей девять в плен класс беру всех ближайший город сейчас пойду сдам разбойник давай присоединяйся рыбителей нет брать не буду вот этих конных мародеров можно в кого-то ладно сначала заберу лошадки метчики седла даже есть подожди откуда у меня грубое седло взялось давай так 5 5 5 5 5 5 ничего интересного нету к сожалению меч только вот неплохой здесь 10 здесь 15 мяч у нового мяча вяжущий урон выше давай тебе вот этот мяч благодарствует и 1600 золотых вот это уже неплохо отношения еще улучшились это мне нравится такое дело давай давай возвращаюсь в марунад есть раненые блин куча прокачанных давай пехотинцев юнцов ребустьеров этих вот тоже воины воины прокачались новобранцев на пехотинцев грабителя апнуть горца апнуть обученного воина до ботанского пикинера так грабители хотят ко мне присоединиться но грабители я брать не буду больше и прокачка мошенничество прокачалось лидерство прокачалось неплохо очень даже неплохо дабы мне вложить в тактику тактику не надо медицина тут нормально все обаяние можно еще прокачать да обаяние мне пригодится жену скоро искать поэтому обаяние по-любому пригодится и возьму еще новобранцев хоть вот этого например и что хочешь банда соперничает пофиг это продать это все продать оружием тоже все продать купаешь 8-10 продаю и то и это пока что мне не требуется вот он заработал почти 4 тысячи совсем неплохо дальше продать пленников грабителей всех оттанский крестьянин ко мне желает присоединиться горцев тоже продаю разбойника продаю крестьян тоже продаю так вот сколько у меня еще может быть пленников ну нормально нормально отправиться в цитадель 675 монет не то стоит можно как-то чтобы не подкупать никого наверно наверное нужно встретить лорда где-нибудь на войне и с ним пообщаться опа грабителей 17 нужно с ними разобраться стоять бояться куда помочь послать воинов хорошо отношения улучшились давай пообщаемся я хочу кое-что обсудить я предлагаю объединить наши семьи с помощью брака чью руку вы предлагаете ну твою что ж тогда ним подыщет подходящую партию прекрасно ну и чё и где партия подходящая на тебе тапки тапки ни хрена себе ха-ха-ха-ха нет спасибо слишком большое приданное пойдем пойду с кем-нибудь другим пообщаюсь вот с этим кстати надо поговорить он что-то про битву знает стой мужик благодарю нужно кое-что обсудить я предлагаю объединить наши семьи твою кандидатуру прекрасно не понимаю как тут это должно работать то есть то есть я ему должен предложить денег ага ни хрена себе он еще и не согласен да рановато для этого нужно стать слишком влиятельным ладно их бы с вами сколько у меня еще тут по заданию нужно найти пятерых вот это как его отменить или оно само отменится да ладно само отменится вот сюда заедем предлагают какой-то квестик вот хочешь в таверну и обратно что это значит это купчая на надел земли пригодна для обработки то есть продать купчую нет спасибо это мне не интересно ух ты откуда у меня сталь взялась ее можно нормально за нормальные деньжата продать давай теперь в этот городок заедем опа штурмуют замок вландийцы сопроводить торговый караван нужно оружие что здесь по ценам глину по 8 можно взять давай оп забираю глину железо тоже куплю вот так вот нанять воинов никого нету все на войну ушли могу я как-то в этой битве поучаствовать а кто хочет ко мне присоединиться разбойник с большой дороги конный мародер давай конного мародера еще я хотел глянуть что эти конные мародеры собственно умеют в кого они развиваются вообще ни в кого просто конные мародеры все ну такое и тут кстати мне с этим надо пообщаться по любому туда заскочу разбойник большой дороги развивается у индийского рыцаря конный грабитель тоже ни в кого не развивается а сколько за них отвалить то денег нужно подожди где тут сколько за него три монеты не проблема заплатим тебя развить тебя развить пикинеры это конечно круто но мне еще и мечники нужны будут надо будет ванде цикки видимо набирать ребятушек все давай здесь сражение проходит не вмешиваться надо подождать пока у них там эта история закончится видимо штурмуют они как раз нанять кто-то хочет присоединиться разбойник большой дороги берем лесной бандит берем купить товар и ничего интересного нету уехать замок вот а что здесь асираи забыли ни хрена себе саргот штурмуют асираи фиг знает где живут они тут штурмуют и здесь штурмуют пока вандийцы атакуют ботанцев асираицы штурмуют саргот охренеть вот это ничего себе шутки какое дорогое зерно и на нанять воинов никого не могу нанять здесь какой-то квестик выдают давай там долго будете сражаться тяговый скот требуется сколько тебе чего надо 980 мулов хочет 4 мула а у меня есть у меня как раз 4 мула в принципе давай друг я тебе отдам за 366 монет всего лишь да ну иди ты нафиг только что 900 вроде бы предлагал мне нанять воинов вот тебя так еще возьмем журнур железная руда масло все не надо вот с этим мне нужно пообщаться долго тут еще будете биться вот квест предлагают уже почти 400 я плачу блин на содержание своего отряда ценить и что дезертиры грабят их вот это нужно выполнить по-любому нанять воинов не могу давай пообщаемся говорят вам нужна помощь хорошо я буду ждать вас здесь и присоединюсь к бою подождать а вон и десертиры а они текают хитрые блин эх спугнул я их и мне нужно за ними еще погоняться дезертиры стоять боятся я знаю что вы собираетесь сделать хрена себе здесь грабители ну правда тут один всего лишь давайте в атаку надо было дольше ждать тогда бы еще жители местные были в армии а так будут потери по-любому хорошо ты командуешь пешими воинами лучниками командовать я какая разница в седле и в седле ничего страшного да ладно лучниками пусть командует что здесь одноручный лук вообще не прокачен метательная даевковая лук 10 не надо там никакого командира хотя бы одно конное подразделение лучники хорошо пусть будет конное подразделение лучники братишка давай ты будешь руководить этим готово первый отряд и на щиток четвертый отряд в атаку вы же лучники надеюсь вы чё идиоты вы же лучники что вы творите то ха ой я в шоке насколько они глупы первый отряд в атаку у а почему они все сорвались первый отряд же должен был в атаку идти в атаку я вообще странно ха 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 но все равно нормально 1 погибший всего лишь Если бы у них прокачанные воины были Тогда могли бы быть проблемы Вот тут Ботанские воины клана прокачанные Обученный воин даже Все себе Обученный воин он с чем? Таевковая, одноручная Он и копейщик, и мечник Веру пленных И попрокачивать своих бойцов Конных мародеров Берем конных грабителей Берем Разбойник Улучшить до разбойника с большой дороги не хочу Я хочу в адского алибарщика Уважение ветеранов должно быть Круто, блин Нафиг тогда я бандосов набирал Нормального воина Прокачиваю То есть разбойников Можно выгонять будет потом Пеши воин Воин клана Да, тут можно еще раз апнуть Пас Пас Раз, два, три, четыре Пять, шесть Пехотинцы Ну и ладно, пусть будут Дворцовые стражи все-таки Так О, пачки Ботанская лошадка Давай мне такую лошадку Причем их достаточно много Всем раздам У тебя Итак, такая вот есть Ботанская лошадка Сюда Очень круто Щит неплохой Очень даже неплохой Давай тебе вот этот щит Насчет экипировки Тапки прямо неплохие У меня девять защит Тут одиннадцать защит Одеваю Ей нужно У меня хорошие Здесь вообще какие-то обноски Одеваю вот эти Казад Шесть Здесь десять Надеваю Обвязки Давай тебе Шапка семь Шапка семь Теперь шапки есть Давай тебе С ним защитим Тут девять Нормально Кольчуга У тебя что? У тебя десять И четырнадцать И вообще нормально Пойдет Кольчуга хорошая Повязки Сырим Тут один Надевай Немножко даже Получилось экипировку Поменять Дезертиры Лучше одеты Были Чем мои бойцы Офигеть Получаем Свою награду Здесь Прокачка О Восемь Семь Да Социализацию Прокачиваю Готово У меня здесь Половина уже Набралось Нормально Влияние Давайте теперь В деревушку Отправляем Стоп А ну дядь Мне с тобой Надо поговорить Далеко не уезжай Куда он делся? А вон Давай Да блин Я его постоянно Теряю из вида Назад Едет Гадун Мне нужно С тобой Пообщаться Расскажи Ко мне Про древнюю Битву Благодарю Тебя Я хочу Кое-что Обсудить Предлагаю Объединить Наши семьи С помощью Брака Свою Кандидатуру Прекрасно Если я тебе Отдам Все деньги Все еще Не поможет Это никак Тут Какой-то Квестик Выдают 417 Уже Списывают Охренеть Обучите Войнов Да Мне явно Нужен Какой-то Бизнес Срочно Бьючная Лошадь По 67 Мулы По 70 Берем Рабочие Лошадки Ездовые Лошадки Берем Всех Зерно По 7 Тоже Беру Все Масло Тоже Беру Так вот Нанять Войнов Беру Еще Парочку Нормальных Заданий Не Предлагают Ну Ну С лошадками У меня Более Менее Все Что Мне Теперь Нужно Вернуться Назад Чтобы Получить Награду Я правильно Понимаю Да 10 дней Еще Осталось Ладно Помчался Я тогда Назад Слишком Далеко Я Куда-то Какал За Дезертирами Гнался Разобраться Конечно Разобрался Надо Еще Успеть Вернуться Пока Я туда-сюда Буду Ездить Кучу Денег Спишут На Содержание Армии Ну Че Поделать Войны Прокачиваются Нет Это Надо Таверну И обратно Вот Тут Тоже Замок Штурмуют Осирается Причем Примчались Здесь Захватили Примчались Сюда Охренеть Что происходит Вообще А здесь Тургия Захватывает Скоро от ботании Ни хрена Не останется Походу Надо К ботанцам Наниматься Либо Наняться К блондейцам Они По-любому С многими Воюют Могу я Как-то Это Посмотреть Не помню Как это Смотреть Вообще Видимо Это Когда Государство Можно Глянуть Будет Тут Надо Дождаться Конца Битвы И Соответственно Поговорить По Сюжетному Квесту Давай 1750 Монет Получаю Класс Нанимаем Еще Воинов Раз Два Три Практически Полный Отряд У меня Больше Нанимать Не буду Блин Тут Две Армии Штурмуют Может Надолго Затянуться Поеду Пока Что Пен Кеннек Проводить Торговый Караван Нужно Оружие Бламинго Зерно Это Обноски Все Продаю Еще Немножко Деньжата Выручу Так Идем Щиты Копье Ножи Топоры Еще 900 Монет Теперь Поеду Вот Сюда Опа Вот это Тоже Что-то Знает Ну-ка Дядька Расскажи Ко мне Про Битву Я хочу Кое-что Обсудить Мне Хотелось Бы Примкнуть Королю Кавадору Мой Меч К вашим Услугам За соответствующую Плату Хотите Устроиться Наемником Что ж Будь то Слава Или Золото Не имеет Значения Что вам Нужно Мы Всегда Рады Хорошим Бойцам Сражаясь За Нас Вы Будете Получать 150 Золота Каждый Раз Как Расправитесь С отрядом Врагов Или За любое Другое Значимое Деяние Хорошо Пусть Будет Так Пока Динары Продолжит Поступать В мой Карман Кровь Ваших Врагов Не Перестанет Литься Все Теперь Я Наемник И Они Воюют С Вландией Опа Интересно Хорошо Давай Поехали Здесь Требуются Рабочие Ну-ка У меня Есть В принципе Это Должны Быть Преступники И Бандиты Требуется Не Менее 14 Человек Я Забирай Ага Этих Он Не Может Взять Только Пандюков Хорошо Конных Грабителей Тогда Забирай И Конных Мародеров Как раз 14 Человек Готово Вот Все Что У меня Есть Давайте Рассчитаемся И покончим С этим Почти 4 тысячи Неплохо А неплохо 4 тысячи Там Верну Занять Войнов Репутация С этой Деревушкой Прокачалась И сразу Можно Давай Еще Троих Я возьму Тогда Раз Мне Предстоит Здесь Воевать Искать Вражеские Отряды И Уничтожать И Батанские Воин Кланы Батанский Доброводец Еще Ко Мне Желает Присоединиться Но Если Я Вот Так Вот Еще Могу Общаться Поговорить Вот Этот Квестик Я Выполню Нет Состояние Войны Понятно Требуются Рабочие Поговорить Тоже 14 Человек Я Найду Вам 14 Человек Сколько Дней 20 Дней Мне На Это Дается За 20 Дней Я Должен Справиться В Блин Взять Создает Армию И Куда Вы Пойдете Очень Интересно Возвращаюсь Создает Армию Ну Раз Он Воюет С Вландией Значит Куда То Сюда Помчит Правильно Я Понимаю Это Кто Жители Деревни Нет На Жители Деревни Нападать Не Буду Убыток 288 У меня Всего Лишь Стал То есть Он Мне Платит Просто За То Что Я Наемник 150 Золота Нормально Нормально Ну Да Вот При 150 Доход У меня В день 150 Платят И За Заслуги Я Еще Буду Золото Получать Прикольно Это Вполне Устраивает Где Там Армия Куда Не Поехали Вообще Вот Это Захватывать Видимо Да Там Турм Происходит Ладно Мне Тогда Нужно Тоже Туда Помчался Грабители Носятся Можно по пути Грабителей Бахнуть Ну Зажимаю Хопа Послать Воинов Нужно Новобранцев Прокачать Веру В плен Так Пираты Носится Опа Это Что Отряд Марианы Подожди Давай Тебя Нужно Как-то Изловить Опа Все Хана Тебе Мы с вами Ведем Войну Сдавайтесь Или Умрите Сдавайтесь Или Сражайтесь Будут Сражаться Интересно Что у них За войны В атаку У меня Конечно Не все Прокачаны Но Бойцов Изрядно Больше Поэтому Должен Без проблем Разобраться И еще Захвачу В плен Парочку Влиятельных Вот у меня Конных Теперь Нормально У них Тоже Четверо Конных Еще Четверо Конных Восемь Конных И Лучники Интересно Вообще Надо В атаку Уйти На самом деле В атаку А мы С конницей Тоже Подсуетимся Сейчас Один Четвертый Отряд В атаку Чардж Дальше Третий Отряд Тоже Чардж Ну и Лучники Чардж Где враги Вон они Не Блин Блин Тут Еще Надо Зажать Их Как-то Тарбалетчики Что-ли Блондийские Все Хана Вам Ребятушки Спину Вы Зачем Подставляете На Все Зажали Хана Этим Хана Окружили Забили Прекрасно Осталась Конница Или что Почему битва Еще не Закончилась Да Конница Осталась Но у меня Конница Больше Правда Он Как-то Ни Хрена Себе Вертлявые Жесткие Еще К тому же Все Разобрались Видимо Главнокомандующий Был Оруженосец Неплохо Трое Харбалетчиков Еще и даже Снайпер Беру Блин Прокачиваю Тебя Серьезные Войны У него Были Пеперский Пехотинец Давай Развиваемся Новобранцев До пехоты Копейщики Так Разбойников Не прокачиваю Ботанский Герой Нет Развивать Не будем Ботанских Героев Пока Что Пикинерами Все нормально Добровольцы Может быть Еще Вторую Ветку Взять Копейщики Это Прикольно Рейдеры Войны С Фальконом Давай Вот Этих Дальше Ко мне Хотят Присоединиться Обученные Войны Этих Я возьму Войны Клана Добровольцы Не нужны Не нужны Все Знамя Наездника Урон При столкновении Повышен А давай Не помню Я чтобы Знамена Были Прикольно Укрытие Укрытие Бандосов Появилось Ограбители Куда Куда Несутся Караван Блин Каравана Грабить Было бы Неплохо Там Какой-то Жесткий Товарищ Едет Зажимаю Караван Отдай Товар Или умри В атаку Давай Давай Блин Как бы меня Не приняли Сейчас Там 74 Война Достаточно Сильных Тем более Товар Сейчас Загружусь Может быть Не очень Весело Надеюсь Успею Удрать Тем более У меня Будут По-любому Какие-то Потери В этой Битве Готово Тут Вот он О чем Он скачет Уже В атаку Пехота В атаку Конница В атаку Четвертый Отряд В атаку Есть Охранник каравана На минус В бой Ауч Да ладно Блин Вышиб меня Вот же Он Жесткий Арбалетчик Фигов Ну Убейте Уже Этого Арбалетчика Вы Че Есть Ну Где Враги А Он Катается На Лошадке Ни Крена Себе Это Было Жестко Победа Четверо Раненых Четверо Погибших Не Так Все Плохо Плохо Сколько я могу еще пленных взять Да всех могу взять Хозяин Планетского каравана Хрен Арбалетчика Арбалетчики Ладно Берем Этих прокачивать не буду Ботанских героев прокачивать не буду Разбойник Тоже Что тут по лошади Необходимо верховое животное Нет Раз Два Три Четыре Пять Горцы Лучший Доразбойник Ну и беру Добровольца Хоть как-то пополнить Потери Готово Все Вы бросите Своих воинов Или пленников Вы уверены Если бросим Куда я брошу Я же забрал А Не забрал Опачки А у них экипировка-то Неплохая Совсем неплохая Очень длинное копье Давай копье возьму Вот это Кто у меня тут еще копейщик Ты Тебе копье какое-нибудь Вот это что 1 на 208 Давай вот так Серебро А теперь по экипировке Меч неплохой совсем Кончуга Одеваю Шапка очень крутая Одеваю Боевой топор С шипом Болты Куртофанчик Так Смотрим дальше Тебе вот такую шапку Такую Подожди Подожди Тебе слишком жирно будет Где у меня Пехотинец Тебя что за броня Тебя не очень броня Тебе даю Братишка Эту броню Получше Шапка не очень Мотаем дальше Ну Куртак нету Меч Можно вот этот Отодеть Гудра Тебе достается Офигенный меч Будешь им сражаться Этот с дубинкой Можете топор Тать Одноручный Здесь Колющий 44 Скорость При выпаде 92 Сбалансированность 97 Режущий 73 Давай тебе топор Будешь топором Махать Здесь Фальшион Давай так Даже наверное Не так Забери-ка Вот тебе Вот этот меч А тебе Фальшион Как дополнительное Оружие Прекрасный Короткий меч Короткий меч Получше будет Как-то так Все Забираю Добычу Сразу же Сразу же Подлечился Здесь 74 бойца И скорее всего Жесткие Воины дальнего боя 13 Кавалерия 18 Ишшшшшшшшшшшше мошенничество возможно отступить следует опыт получаемый бандитами в вашем отряде плюс 20 процентов скорость набегов плюс 5 процентов ерунда красноречие шанс убедить бандитов уйти с миром при заключении сделок плюс 20 процентов шанс побега пленника в подконтрольном поселении минус 20 процентов вот это красноречие берем прекрасно и попытаюсь уйти но видимо вариант такой что никуда я не денусь и всех пленных освободят блин прокачиваю бойцов максимально отдаю вам лошадей стоит битва жесткая всех прокачиваю готова все равно отберут у меня все богатство блин у меня столько лошадей мне явно нету никакого преимущества сейчас о чем убегает у ее а теперь вдвоем они за мной выдвинулись и тить колотить вариант такой что мне хана ну да держите себя в руках возможно мы найдем мирный способ решить проблему наши государства должны пойти к миру может вы пойдете своим путем а я своим что для этого нужно ему взятку дать сколько ты хочешь пленника отдам все предметы серьезно он так заберет все предметы поэтому ладно попробовать сбежать придумаю план как оторваться от врагов я с большинством моих людей сумею спастись потеряв при этом часть солдат примерно 15 человек и кое-что из моего имущества давай вот так продолжим и группировался потеряем 12 человек воинов дальнего боя два человека конный лучник и один человек также потерял один мех 48 товаров сапоги и у моей охренеть это меня конечно тут приняли он хочет насколько я понимаю вы нанимали меня сражаться а не убегать ты чё офигевший что ли если мы не можем одолеть врагам то давайте в следующий раз вообще не будем к нему приближаться хорошо хорошо я обязательно учту это при случаем следующем и каем в леса нужно срочно в лесах я смогу от него сбежать то у меня здесь осталось по воинам все ранены дворцовые стражи остались хорошо но в основном нубская пехота до профукана хотя и копейщики тоже да вот это была ситуевина слишком большие отряды там сражение идет этот гад за мной едет ну в лесу он меня не догонит конечно но если вылезет из какого-нибудь замка еще полководец это может стать большой большой проблемой прибыль плюс 130 монет есть свои плюсы в этом здесь товаров не так много было потеряно еще были недовольные мной наемники вот этот вот недоволен который пригнал тактику а из-за того что он грозный что ли не хочет от меня отставать ты гляди какой опа 15 бандосиков это что это жители деревни сматываемся этих грабителей надо принять а по-любому под заработать немножко монет стой гаденыш ладно фиг с тобой присоединяюсь к этой армии принять участие в осаде отравляю просто воинов надеюсь они там всех моих воинов не сольют жёсткие потери при штурме шестьдесят семь семьдесят пять раненых убитых 67 уже но защитников осталось совсем мало 10 10 7 2 1 все победа известность влияние 6 процентов добычи давай познакомимся отношения улучшились хорошо пленники пленники копейщики полченцы нарболетчики берем этих прокачивать не буду этого возьму в ответ готово нифига себе это шесть процентов неплохо каска нормальная даже есть давай братишки каску так перчаточки тапки но он с топором там нормально все кому еще давай тебе ты тоже в ближнем бою сражаешься наденем вот такую штуку короче остальное забираю все меня благодарят за помощь в осаде хорошо теперь можно поймать бандосиков а еще надо бы набрать мне воинов потому что 8 раненых 42 бойца всего лишь нужно каких-нибудь еще новобранцев набрать тут что прокачка обаяние прокачалось класс известность и влияние за каждую решенную проблему плюс 1 и отношения со случайно известной личностью вашего королевства при победе над вражеским лордом плюс 1 а здесь влияние за битвы плюс 30 процентов отношения со случайным лордом вашего королевства при победе над вражеским ну по сути то же самое да только тут известность и влияние за решенные проблемы а здесь влияние за битвы давай влияние за битвы и медицина еще прокачалась скорость лечения в неподвижном состоянии на карте компании плюс 30 процентов потребление продовольствия в осажденном подконтрольном поселении минус 5 процентов восстановление здоровья после каждой наступательной битвы плюс 10 скорость лечения при передвижении по карте плюс 15 процентов можно лечиться за каждую выигранную битву на 10 либо стоя восстанавливаться на 30 процентов быстрее и продовольствие в осажденной подконтрольным поселением минус 5 процентов потребления нет давай вот это все таки возьму нормально откачался теперь можно понабирать воинов еще такая скорость медленная пленники что по заданиям 15 дней еще у нее есть там именно бандосики нужны мне только трое ограбителей 14 бандосиков надо погонять бандосиков какой скоростью передвижения из-за беспорядков ни хрена я не смогу сделать тут что искусство торговли ну давай посмотрим что ты продаешь так что он продает не пойму ален продает ну давай покупаю у тебя лен еще надо еще надо ландийцы пешие воины копейщики ладские мечники давай вот этих возьму оконные сквайры блин там лошадки нужны блин там лошадки нужны вообще в ладские комные неплохие 200 монет ну его нафиг 200 монет я платить не буду почему почему здесь в уланские воины если поселок ботанский а один замок отбили но такое себе торгут кто-то штурмует у меня вообще какое дело да не мои земли не жалко давай бандосиков надо поймать таких вот хрена себе вы бегаете ой сколько бандосиков всех надо изловить давайте 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 еще армию создает не могу догнать вот жигоденыш шустрый даже не зажал серьезно издевательство какое-то просто я на конях за ним чу он скрывается в деревне требуются инструменты товары товары раз товары нет нанять воинов набираю вот как же так почему я не могу его догнать бандосик это этого грабители хотят присоединиться нет это мне не интересно даже в лесу я за ним гнался и догнать все равно не мог сдают армию что происходит вы что штурмуете еще один замок надо присоединиться к этим битвам это по-любому да по-любому ни хрена себе за невыполненные задания очень сильно репутация падает ну и ладно фиг бы с вами караван можно еще ограбить замок там кому-то передают замок там кому-то передают вот этих вот грабителей бы по мать поймать давай 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 ты можешь догнать его ну давай ну что ж ты будешь делать зажимай есть сразу два отряда опирать войнов нужно больше пленных четверо маловато будет это только 7 пленных а мне нужно 14 забирают а барахлом какое-то задание тоже предлагают они сами прекрасно справятся принципе что хочешь просят одолеть разбойников вот как раз вот как раз вот как раз давай и говорить три банды разберемся куда делись эти разбойники первые грабители беспорядки минус 2 пленники вот из-за пленников я не могу никого догнать что ли ну зажимай его зажимай ну же ее мое фиг догонишь называется еще в этой зоне нужно именно поймать медицина прокачивается текущий навык 52 просит одолеть разбойников я бы конечно с удовольствием но я их догнать не могу тут тоже замок кто-то штурмует кто штурмует замок а ну-ка покажите мне ага осирается штурмует замок блондейцы еще стоят ждут а чешуеть это жестко отряд еще один несется она поехали замок отбивать вот это плохо чая не в тему несутся здесь уезжаю ну не останавливайся нужно присоединиться к армии там уже штурм идет самое время врываться еще было бы неплохо вот этих бандосиков поймать так вот опа зажимаю ну зажимаю да ну серьезно супер быстроногие бандиты не понимаю как они от меня умудряются улепетывать пехотинец давай легионера повышаю арбалетчиков взять можно полченцы ополченцы но эти не развиваются никак этого товарища возьму обученные воин возьму этого уже захватили поехали дальше таких грабителей надо поймать давай не 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 туда не надо ехать там армия несется зажимаю бандосиков зажимая тут бандосиков сейчас нарвусь на эту армию они мне уничтожат весь отряд вообще запросто что тут захватили замок нет еще не захватили интересно бандиты ну лови ну лови ну давай же во послать воинов счета их грабителей хорошо и что-то предлагают требуются инструменты подожди товары товара не надо нанять воинов этих вот всех чем дальше бандосиков не вижу вон вижу грабители надо как-то их зажать давай давай зажимаю ну 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 оп четко присоединиться нет не верю ни единому слову послать воинов взять плен еще два грабителя сколько у меня в итоге 12 грабителей надо отвести их по заданию и еще поймать одних больше задания я не хочу брать блин на ловлю бандосов вот в эту деревню что происходит замок передают пам-пам па-ра-ра-ра-рам пам-пам куча горных бандосиков носится смогу я передать сейчас зажать бы вот этого гада не верю ни единому слову их плен и точно хватит сразу деревню насчет твоего поручения всех грабителей передаю 12 и парочку горцев вот так вот я появил тебе еще было недостаточно что ли не понял прикола вот это все что у меня есть давайте закончим и рассчитаемся 540 золота мне за это платит а чё так мало до этого мне заплатили по такому же квесту блин дофига а сейчас нифига не буду я больше такие задания выполнять мне бы квестик на укрытие возможно здесь на укрытие дадут квест завышенные цены вот давай вот это задание взяли в плен я справлюсь логово логово да давай сюда заеду им теперь вот в эту деревушку здесь арбалетчики призывники ополченцы вообще их надо где-то в городе сдать ванские арбалетчики ну давай вландского арбалетчика возьму себе всех остальных нужно сдать в таверну нужен тяговый скот просит одолеть разбойников нет спасибо этим дождаться наступление ночи пока что я как-то деньгами не особо обзавелся дворцовые стражи 5 посягнувшие ботанские фианы нормально врываемся за это задание должны нормально заплатить а потом в город продать барахлишко продать возможно какой-нибудь мусор еще дополнительное железо там еду огонь по усмотрению подходим будете если что меня прикрывать блин я не могу нормально их поставить давайте пока что здесь помоги все враги здесь бандосиков совсем мало я смотрю в смысле промах так горцами я и сам разберусь более по одному он уже несется готов следующий это копьеметатель и хрена себе ты бросаешь его я метров на 20 в лучшем случае бросаю ау там у тебя нафиг ты чё у хп снёс мне проигрывать мне никак нельзя броня у меня еще не подходящие так и попал против этого лучше я буду укрываться щитом и прикроют чтобы метнуть должен открыться ну дядь разбойник с большой дороги готов да осталось несколько противников с ними разберемся получу бабосик и на себе копье жестко отходим еще ближе понятно тогда почему пол хп сносит оп готов подходим ну все теперь иду щитом чтобы меня ненароком не прибил главнокомандующий их не оси траву что ли получай пасть бы в атаку щит так скоро разлетится надеюсь пару ударов еще выдержит тут остался глава верхний и парочка бойцов но с этими мы уж как-нибудь разберемся никаких дуэлей давайте в спиняку ему вот так вот все прекрасно разобрались девять имперских крестьян я могу себе взять ну давай полный отряд набираю тогда кого можно выгнать большой дороги разбойники андийские новобранцы андийские да все этих плен добровольцам прокачиваю пеший воин копейщик нет тех не надо пока что ботанский герой ничего особо интересного нету все заплатили мне три тысячи плюс семьсот пятьдесят еще сверху еще 130 ух ты чек вас обаяние прокачалась все такие задания надо выполнять обаяние прокачивать и его еще прокачивать и прокачивать да и в кого и оружие тоже опнулась это конечно очень круто и в кого и оружие тут что дают мастер счета это тоже надо пока что нормально давай вот так вот сделаю что меч тоже мне нужен чем даже надо сражаться теперь надо наведаться в город продать барахлишко это закрываю 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 у меня полный отряд 85 всего лишь списывают завышенные цены таверну продать этих вот нет снайпера нет хозяин каравана торговцы охранники каравана ополченцы разбойники горцы пикинеры охранник вландского каравана неплохой неплохой его бы я себе взял и снайперов тоже вот за тысячу сдаю торговля посмотрим овечку эти все драники давай наверно вот так броню оп убиваю все оружие рыцарский меч давай тебе вот этот меч почему-то он круче странно не понимаю ты стопором тут фальшион тут легендарная железная спата это круче здесь короткий меч тоже круче остальное оружие продаю глина по 8 серебро по 116 отбиваю серебро сталь эту мех зерно по 14 можно продать пополним запасы этого города продовольствием 13 давай-давай-давай-давай деньжата нужны винишко тоже продать инструменты пока что хватит эти вот болты на 7700 неплохо очень даже неплохо я наторговал что-то прокачалось торговля прокачалась это зашибись на самом деле здесь надо еще взять навык шанс отбросить врага выпадом доедкового оружия плюс 30 процентов наем ополчение в подконтрольном поселении ерунда какая-то шанс спешить вражеского всадника сильным ударом плюс 25 процентов урон наносимый кавалерии пешими воинами вашего подразделения плюс 10 процентов вот это вот я возьму вот это неплохо как-то так едем дальше где война у нас происходит вот там штурмуют замок успею я интересно подожди здесь у меня задание выполнено да это выполнено то выполнено прекрасно все надо на войну успеть заеду в город я осмотрим караван ловушка вот это неплохо это бы не помешало тут всех набрали но сначала надо помочь захватить замок там неплохие награды а все уже захватили они отряд вот этого бы изловить опа а здрасте мы ведем с вами войну сдавайся 39 человек хрена себе еще кто там 94 ну тогда просто послать воинов они сами там справятся 49 процентов добычи получаю нифига себе еще и 121 золото теперь вы мой пленник можно взять целую кучу воинов офигеть видимо в плену они у них были имперские лучники имперские пехотинцы вот этих бы в отряд потом взять было бы круто кого брать ботанский разведчик достаточно сильный беру его капитан пиратов тоже неплохо тоже неплохой товарищ давай капитаны обученных воинов ну и лесных воинов наверное да воин нет вот этих вот этого и кого-то можно на самом деле выгнать например добровольцев раз два три и взять лесных воинов вместо добровольцев вот так готово пиум неплохой но длина у него такая себе шарф кстати подожди у меня шарф сколько дает шесть братишки шарф есть есть шарф причем очень даже неплохой у этой тетки есть ну давай тогда тебе шарф а шарф это на голову это плащ вот накидка давай и неплохие кстати перчаточки подожди 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 17 защиты одеваю еще есть на 8 защиты давай тебе на 8 защиты тебе же тапки вот этот вот меч значит тебе наручи покруче дальше вот все более-менее эти тапки тебе теперь опять эти наручи защита 4 защита вес меньше давай вот так все обаяние еще прокачалось поймали гаденыши ну и все можно вот здесь вот глянуть хотя блин нифига себе отвоевали все свои замки это круто ботанцы очень даже круто кроме вот этого и вот этого два замка еще надо но это другое государство забрало я сейчас еще штурмуют замок надо туда нестись на помощь только наверное через город я поеду потому что надо продать пленника в армии побежали 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 карманула вушка подожди тебя сдать за 4 тысячи одного наемные пикинеры все неплохо командира изловили 4 тысячи ха-ха деньжатки деньжатки у меня полный отряд 65 бойцов нужно присоединиться к битве или вы уже победили они уже победили и али осаду с города в таком случае давай посмотрим по заданию тут тягловый скот нужен какой тебе тягловый скот нужен давай посмотрим вьючные лошади 10 ну допустим сколько у меня вьючных лошадей 11 штук давай ему отдам репутацию прокачаю чопа нет давай пообщаемся с тобой еще раз я приведу тебе животных обаяние еще раз прокачалось с ним репутация повысилась отчет мне денег заплатил или что где журнал событий я когда наемник могу уже смотреть государство вот это хорошо 29000 и того у меня единственное надо приобрести будет лошадок армия куда-нибудь еще пойдут например штурмовать вот этот вот замок надо забирать назад я подзаработаю деньжет ну это уже посмотрим в следующий раз друзья а на этом пока что остановимся всем спасибо за просмотры лайки и комментарии счастья здоровья удачи и до новых скорых встреч пока пока